Генеральный спонсор канала страйкбольный магазин Airsoft Rus Вся пиротехника предоставлена магазином Бабахи. Ссылка на магазин в описании к видео. Всем привет! С вами Александр Евгеньевич. Вы на канале Radarmy Airsoft. И сегодня мы рассмотрим выстрелы к страйкбольному подствольному гранатомету VOG-25S. Производство StrikeArt. Предназначение у выстрелов VOG-25S такое же, как у страйкбольных гранат. Только выстрел можно запустить дальше и точнее. Для запуска VOG-25S используются 40-мм страйкбольные гранатометы, переделанные под электроинициацию. Про переделку подствольных гранатометов мы уже делали отдельное видео. Если кто еще не видел, ссылка в описании. VOG-25S состоит из гильзы и гранаты. В пластиковой гильзе содержится пиротехнический заряд, который при подаче напряжения воспламеняется и выталкивает гранату. В момент выстрела инициируется замедлитель гранати, и она взрывается через 4-5 секунд. Наполнение гранаты – горох. Что на самом деле находится внутри выстрела, мы посмотрим чуть позднее, полностью его разобрав. Основным плюсом VOG-25S является относительная независимость от температуры окружающей среды, так как для работы используется пиротехнический заряд, а не газ. Ну и для VOG не нужно покупать специальный гильз, как у тагов. Тут они одноразовые. Это существенно упрощает и удешевляет использование страйкбольных подствольных гранатометов. Перейдем к полевым испытаниям. Проверим дальность полета VOG, а также частоту срабатывания. Стрелять будем как из ручного гранатомета, так и из подствольного. Стрелять будем как из ручного граната. 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 Стрелять буду как из ручного граната. У меня может батарейка просвесила? Снимаем? Результаты тестирования показали, что реальная дальность полета ВОГ-25С лежит в диапазоне от 40 до 70 метров. Предполагаем, что причина такого разброса – разная навеска пиротехнического заряда. Процент несработки в нашем случае получился существенным. Два ВОГа не вылетели вообще. Два вылетели, но не взорвали. И шесть работали как надо. Однако нужно сказать, что все несработки можно поменять на новые выстрелы у производителя. Кроме того, мы выявили проблему с позиционированием центрального контакта гильзы. Перед стрельбой рекомендуем его поправить на правильную для вашего гранатомета глубину. Если этого не сделать, то может оказаться, что толкатель не достает до контакта и выстрел не случится. И наоборот, гильза с сильно выступающим контактом может сработать в момент зарядки гранатомета. Особенно это актуально для М-203, ГЛ-06 и других гранатометов с коротким ходом толкателя. После отстрела у нас остались несработавшие выстрелы. Вот их-то мы и разберем, чтобы посмотреть, что внутри. Вот так выглядит выстрел ВОГ-25С в разрезе. Корпус самой гранаты выполнен из картона. Здесь мягкий наконечник. Наполнитель – цельный горох с примесью колотого. И петарда – эквивалент Косара-4. В донышке мы видим сработавший вышибной заряд, электроспичку и проводку к нему. Минус выведен на фольгированный корпус. Плюс выведен на гвоздь. По всей видимости, при инициации электроспички она поджигает как вышибной заряд, так и запал петарды. И не сработала эта граната именно из-за петарды. Выводы. К сожалению, мы можем назвать ВОГ-25С самым сырым и требующим доработок продуктом из всего ассортимента страйкард. Минусы. Это нестабильная дальность полета гранаты и высокий процент несработки. По точности и дальности полета ВОГ-25С существенно проигрывает тагом. Другие продукты страйкард выглядят значительно выгоднее. Например, стрелы, дымы и страйкбольные гранаты существенно превосходят по качеству ВОГ-25С. С чем это связано, не ясно. На этом все. С вами был Александр Евгеньевич. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...